МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа НАВИ Энергии ЙОНУ. СТУДА ОЛЕНА МЕЛЮШЕНКОВА. ВИТАЮ ВАС СЮННЕ У ВЫПУСКУ. От сельской господарки до медицины на прамки супрацовництва обмерковали керавництво Могилёшины и надзвычайный полномочный посол Израилю. Середний удой Амаль 4,5 тысячи килограммов. У яким районе живут самые молочные коровы? Съели? А чем ты кормишь? Капушцей. Как ты думаешь, им вкусно? Незвычайный подарунок отримали семьи, которые находятся на постинтернатном супроводжении. Незвычайный полномочный посол Державы Израиль у Республицы Беларусь Алан Шогам наведал Могилёвскую в область. Дипломат побывал у СЭЗ Могилёв и у технологичном парку Могилёв. И наведал Могилёв Лифтмаша. Почас встречи со старшинёй Могилёвска Аблваканкам Ау Владимиром Даманёвским обмерковали пытанье супрацовництва от сельской господарки до медицины. Своё знайомство с регионом надзвычайный полномочный посол Державы Израиль у Республицы Беларусь Алан Шогам почав знаведывание свободной экономичной зоны Могилёв и технологичный парк Могилёв. Уже видно, что в бизнес-сфере здесь есть очень интересные варианты, которые могут быть интересны израильским бизнесменам, особенно парки, в которых они могут развить свой бизнес с хорошими условиями и очень хорошей инфраструктурой. И, честно говоря, довольно, как сказать, впечатление от тех возможностей, которые сам регион может дать бизнесмену. Почас встречи с кераунистом Могилёвской области обмерковали пропановую пасу процовництвы у навучаний студентов, вытворчасти кошерной мясной продукции, инвестициях, цикавые Могилёвшины и израильские технологии сельской господарки. У нас действительно есть много направлений для взаимного сотрудничества. Прежде всего, это развитие сельскохозяйственной отрасли. С одной стороны, нам интересны технологии израильские для увеличения эффективности производительности по данному направлению. С другой стороны, израильской стороне очень интересна поставка продуктов питания из-за ограниченности природных ресурсов в Израиле. Прогучало пропаново организовать поставку у Израиль артезианской бутылеванной воды с городского района. Что до туризма для жахару Израиля, которые проводят свой летний отпашинок украины с умерным климатом, у Могилёвской области могли бы специально распроцвать маршруты с наведыванием культовых и памятных мест. Есть сфера, допустим, туризма, которой мы очень заинтересованы. Израильтяне, особенно летом, любят выехать из Израиля, немножко отдохнуть от нашего иногда жаркого климата. И это очень интересно израильтянам увидеть достопримечательности, как лес, вода, те вещи, которые здесь почти саморазумеются. У нас они не всегда такие понятные. Например, сегодня дождь, для нас это бесплатная вода с неба, для вас это какая-то помеха дневному порядку, но для нас это большой дар. На шарговой встрече запланована больше детальовая размова про усе взаимовыгодные пропановы. Андрей Шуляк, Татьяна Беловусова, Александр Артемьев. Новинирегиона. Самые великие удои молока на корову у Кировским, Шкловским и Могилевским районям, поведомили у Абл Сельгасхарчы. Усяго на Могилешине 518 молочно-товарных ферма. Колькость буйна рогаты живела, амаль 550 тысяч коров. За их 170 тысяч это молочный статок. Середний удой молока на одну корову склау 3308 килограммов. У Кировску, який лидирует по надоех, 4405 килограммов. По словах специалистов, у Беларуси отсутничает яскравый поддел на сезонность молока. Правда, с наступлением мая объемы, якие сдают на молокозаводы, повеличиваются. Зимой поменьшаются. Каб досягнуть усе уж таки балансу, выпас на полях заменяют на сбалансованные и узмоцненные харчаванне. Дарыч, 45% молока, что поставили на пера працучие предприемства, заличены гатункам Экстра. У листопаде пенсионеры отримают новые пенсии. Нагадаем, с первого числа вырастут працованные пенсии прикладно на 5%. Середний помер наличенных пенсий по области складе 311 рублёв. Как поведомили у областным комитета по прац занятостей социальной обороне, пера разлик, зробленный усим пенсионерам Могилёшшины. А что до помера повеличения у кожного, и он будет свой. И он залежит от индивидуальных параметров пенсийной справы конкретного человека. Стажа прац и величини заробка до звертания за наличением пенсии. От додатковых выплат. Дарыши, в связи с великими святочными выходными, выплата пенсий, якие выпадают на гэтые дни, праспаштовые отделения будут проводить раней. Цепер больше за 300 тысяч жихаром Могилёшины пенсионеры. Гэта 28%. Протягивают працаваць больше за 65 тысяч человек. Ёси ты, кто адмовилися от выплат и адклали свой выход на пенсию. Их 514 человек. Яны Пакуль зарабляют так званые бонусы. У будущем их пенсии будут спавялишены у залежности от периода, на які адмовляляляся от выплат. Наши таленты – Табе Беларусь. Областный этап Республиканского фестиваля творчества пройдя у Могилёвы 1 листопада. На сцену выйдут десяток коллективу профсоюзных и ведомостных клубных установ из Могилёва, Бабруйску и Горок. На фест приедет специальный гость, заслуженная артистка Республики Беларусь. Инна Афанасьева. Мероприемство будет складаться с поугадзинных тематичных концертных программ. Продемонстровать свои таленты удельники смогут у разных видах творчасти. А за круглым столом обмеркуют актуальные тенденции. Организация от подшинку працовников, протягнение их у мастацкие гуртки. Творчая частка фестивалю завершится узнагородживанием переможцев областного этапа. Миновито яны и отрымают путёку у финал, який пройдет 21-го Снежня у Республиканским Палаце Культуры Профсоюзов. Дарыже свои номары финалисты будут рыхтывать суместно с вядомыми беларускими выканавцами-земляками. Семьи Могилёва, якие знаходятся на постинтернатном супровожении, отрымали незвычайный подарунок от Центра социальных обслуговывания Ленинского района. Батько, якие мают статус сироты и у яких уже есть дети, запросили наведать контактный зоопарк. Центр социальных обслуговывания патронирует их сироты, якие скончили навычальные установы. У яго отделения супровожальных проживания зараз больше за 120 таких подопечных. И под опекой специалистов яны будут до исполнения 23-х годов. Видя как дети взаимодействуют с животными, видя довольные улыбки родителей, мы понимаем, что для чего мы это делаем, для чего это всё нужно. И хочется дальше творить, хочется дальше помогать. Вот такие доброчинные мероприемства – приемный бонус до той великой допомоги, которую оказывают сиротам соцработники. Проблемы працелуткования, жилья, их выращение, часом допомогая не зломиться и навод заховать семью. То жильё не было с проблемой жильём, снимали квартиру, то потом с деньгами было. Сейчас у нас всё хорошо, поэтому и семья стала крепкой. Маленький Илья у першиню бачит декоративных просюшков. Эмоции стольки, что готовы отдать им усю городнину. Съели. Съели? Да. А чем ты кормишь их? Капустой. Как ты думаешь, им вкусно? Да. А покуль малы не ведая подрабязностей про дятинство своей мати про то, что у 11 годов у я не стало самых близких, а ей заявились иншие люди, которые подтримали. И зараз я на вельми удячная за это. Внимание постоянно от соцзащиты. Ребёнку особо понравилось кормить животных. Он тоже только в засаде был. Вот так, да. Впечатлений много? Да, море. Вандруга по контактным зоопарку приносит шмат становших эмоций малым, а значит и их мати. Некоторые из их у пэлным узрости не имели махшимости вось так бавить час с батьками. Работники Центра соцабслуговывания имкнутся зарабить усё, каб заполнить их этот пробел. Татьяна Сергеичек, Олеся Рыбалка, Александр Тарасов. Новины Региона. Мокрый снег, порывистый ветер и гололёдится. Такий прогноз на тыдень дают синоптыки. По их слову, характер надворы в ближайшие дни будет возначать циклон Гервард. На территории Могилёшчины чекается воблачное с прояснениями надворье. На большей части пройдут опадки у выглядя дожжу и мокрого снегу. Месяцами слабый туман на дорогах гололёдится и моцный ветер. Порывы до 15-18 метров за секунду. Температура поветра у ночи 0, минус 5 градусов. У день 1,6 выше и за 0. У жадвер таксама мокрый снег, дождь и гололёдится. Али слупок термометра почти крыху паусте уверх. У день прогнозуется уже до 9 градусов тепла. А у пятницу не чекается и снегу. Макчимы дажжы, зноу порывы ветру до 14 метров за секунду. Температура поветра на протягу суток у межах 3-8 градусов со знаком плюс. При этом атмосферный тиск периодично будет то расти, то падать. Меды кираясь металь залежным людям быть большу важливыми до своего самочування. Самые интересные новины Могилёвшины вы можете узнать на нашем сайте. А я на этом с вами развитываюсь и ожидаю вам доброго дня. До встречи!